Море чистое, проверено Роспотребнадзором. Врачи уверяют все инфекции от грязных рук. Количество отдыхающих превысило самые смелые прогнозы. Об этом глава курорта заявил на планерном совещании. В Нижней Шиловке завершается подготовка к пуску газа. Первыми голубое топливо получат около полусотни семей. 290 камер установлено на многоквартирных домах. Они появились по решению антитеррористической комиссии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По заявлениям главы региона, это означает, что высокий туристический сезон на Кубани продолжится не с июня по август, а вплоть до октября. В Минкурортов уже просчитали. По итогам лета Краснодарский край примет около 7,5 миллионов отдыхающих. Но море и солнечные ванны полезны только в том случае, если соблюдать рекомендации врачей. Это касается в большей степени, конечно, гостей курорта. Не купаться в шторм, носить головные уборы, сократить время пребывания на солнце. А эпидемическая обстановка на курорте нормальна, и пробы морской воды соответствуют гигиеническим нормативам. В этом убедилась Елена Всецына. В Сочи в этом году беспрецедентное количество отдыхающих на 35% больше, чем в прошлом сезоне. Побережье напоминает советские времена. Занят каждый уголок пляжа. Весь город работает исключительно на туриста. Благоустроены все пляжные территории. Все для того, чтобы гости курорта получали массу удовольствия и уезжали из Сочи здоровыми и счастливыми. Пока только положительные эмоции. Мы здесь третий день. В принципе, были в последний раз до Олимпиады. Решили приехать, посмотреть, как изменился город. В принципе, все нравится. Мы же не можем здесь себе в чем-то отказать. Это же море. Мы приезжаем на две недели и хотим отрываться во всем. Но отрываются все по-разному. Некоторые даже забывают про чистоту рук. Вот, например, девочка ест мороженое. И не факт, что на пляже она помыла руки с мылом. Другая ест кукурузу. Правда, она держит ее в пакете. И таких любителей поесть у моря здесь много. И дети, и взрослые не прочь купить у разносящих еду торговцев. А заболевки вают головой в сторону моря. Принято считать, что море виновата во всех бедах, произошедших с туристами на отдыхе. А ведь оно людям ответить ничем не может. Зато сотрудники Роспотребнадзора утверждают, что заболеть на пляже при соблюдении правил личной гигиены невозможно. По громкой связи людям объявляют о мерах предосторожности. О том, что Сочи – территория здоровья. И на солнце, особенно с детьми, нужно находиться до 10 часов утра или после 16. А уж причина отравления все же в некачественных продуктах питания. Все-таки под солнцем нужно все смотреть, как сам продавец, одноразовые перчатки должны быть, как он все это накладывает, сколько это все хранится под солнцем. Ну, вообще, просто вот был случай у родственников, что племянница отравилась йогуртом. То есть они купили йогурт, проносили его целый вечер, получается, в коляске. Вечером она покорнила ребенка. Вообще на пляже стараемся не покупать еду и из дома с собой брать, ну, либо в каких-то близлежащих кафе. А так, мне кажется, очень опасно. Я думаю, что все-таки это культура человека. Если у человека низкая культура, то он будет и есть, и сорить, и мусорить, и так далее. Если у человека высокая культура, то, скорее всего, он это сделает до, после, во время, может быть, где-нибудь в ближайшем ресторане, но явно не на пляже. На побережье второй месяц жары, тем не менее, какой-либо вспышки или массово групповых заболеваний в Сочи не зарегистрировано. Зимой мы говорим об острых респираторных заболеваниях. Летом и осенью мы говорим о кишечных проблемах, которые здесь есть. И сегодня эти проблемы, они не вышли за рамки ситуации, которую можно назвать критической. Сегодня даже по аналитическим данным наших Роспотребнадзор, инфекционные службы, заболеваемые с кишечными инфекциями на 27% ниже, чем был за этот же период в прошлом году. Врачи и эпидемиологи следят за санэпидрежимом в курортном городе. Ежедневно берутся пробы морской воды, их исследуют в лаборатории. Для этого используется суперсовременное оборудование, которое позволяет экспресс-методам проводить анализы воды. На сегодняшний день все показатели в норме. Вот мы видим, что железо 0,27. Если человеку и ставится диагноз кишечной инфекции, то заражение происходит, отмечают санитарные врачи, пищевым путем. И море тут ни при чем. По показателям у нас вся вода соответствует нормируемым показателям. Как по микробиологическим, по санитарно-химическим, вирусологическим и паразитологическим показаниям. Сами люди соглашаются с тем, что несоблюдение ими правил личной гигиены приводит к испорченному отдыху. Но заставить себя на курорте быть другими не хотят. Тем не менее, задача – научить отдыхающих быть внимательнее к себе и к своим детям. И перед тем, как лететь на отдых, выучить правила поведения на воде и под палящим солнцем. Сочи до следующего опуска должен напоминать о себе только яркими, запоминающимися моментами, но никак не болезнями. В июле количество отдыхающих в Сочи превысило самые смелые прогнозы. Сейчас туристов на 35% больше, чем может вместить официальный номерной фонд курорта. Эти данные сегодня озвучил глава города на планерке. С очередным ударом стихии город не справился. Такое заявление сделал Анатолий Пахомов в начале планерного совещания. В воскресенье в Совет Кваджи произошла трагедия. 23-летний житель Ростовской области утонул во время шторма. В этой связи глава Сочи дал поручение усилить меры безопасности на пляжах и особенно уделить внимание Лазаревскому району. Что касается городской среды, то и там не мешает навести порядок. Так, в том же Лазаревском во время визита мэр обнаружил на центральных улицах мусор. Наполненные пакеты, лежащие вдоль обочин, своевременно не вывезла управляющая компания. Такого быть не должно. Мы говорим о санитарной очистке города. Это на сегодняшний день номер один вопрос. И второе, мы говорим о благоустройстве города. И поэтому не только вычиститься. Надо, конечно, травку подкосить везде. Сейчас дожди прошли, надо обязательно зеленые зоны вычистить. На совещание перед сотрудниками администрации поставили и другие не менее важные задачи. В частности, подготовиться к выборам в Государственную Думу, который состоится в единый день голосования 18 сентября. За каждым избирательным участком, а их на территории округа номер 50-220, закреплены чиновники. Они-то и займутся организационными вопросами. На сегодняшний день наши избирательные участки, в принципе, безусловно, готовы к проведению выборов. Но некоторые требуют косметического ремонта. Я думаю, что те закрепленные сотрудники администрации знают эту информацию. И в ближайшее время, ко дню голосования, эти все работы будут выполнены. Кроме того, необходимо обеспечить доступность участков для маломобильных групп населения. Пока этому требованию отвечает 163 избирательных пункта. Также к единому дню голосования предстоит организовать выездную торговлю и развлечение. На избирательных участках должна царить атмосфера праздника. А за безопасность отвечают сотрудники полиции и казачества. На данный момент о своем участии в выборах по одномандатному сочинскому округу заявили 12 кандидатов. Что касается федеральных списков, то их предоставили 20 партий. Заключительный вопрос – повестки налоговой сборы. Напомню, на прошлом планерном совещании стало известно, что городской бюджет не досчитался 198 миллионов рублей в виде налоговых поступлений. В числе злостных неплательщиков оказались владельцы объектов временного размещения. С ними сейчас ведется активная работа. Мы сейчас всех ориентируем, чтобы они покупали патенты. Патент, потому что все бюджетные ассигнования, которые будут поступать, они поступают в бюджет города. Патенты приобрели 27 владельцев объектов размещения, а городской бюджет пополнился на миллион рублей. Работа в этом направлении продолжится и дальше. Более 370 средств размещения в Сочи, получающие прибыль с гостиничных услуг, не прошли классификацию и не стоят на налоговом учете. В связи с этим городской бюджет недополучает десятки миллионов рублей. В администрации с этой ситуацией мириться не намерены ежедневно. Во всех районах города сотрудники управления по курортному делу и туризму выходят в рейды по выявлению нарушителей. Сегодня, например, работали в Адлере. Информация о тех, кто не желает работать по закону, направляется в налоговые органы. Таким образом, 150 объектов встали на учет. Еще 27 приобрели патент на осуществление коммерческой деятельности, который предполагает уплату налога на прибыль. Выходим на данный объект, зная, что данный объект предоставляет гостиничные услуги по временному размещению. И выявляется о том, что данный объект не стоит на налоговом учете. Данный объект должен пройти обязательную классификацию по федеральному закону. И мы эти материалы направляем в прокуратуру города и в Роспотребнадзор города Сочи. Статия 14.69 на индивидуальных предпринимателей от 7 до 10 тысяч. На юрлице от 40 до 50. За последнюю неделю, благодаря оформленным патентам, в бюджет города поступил 1 миллион. Деньги небольшие, но это начало отмечают в мэрии. Эффективность возрастет, если к этой работе активнее подключаться сотрудники налоговой службы, которые имеют соответствующие полномочия. Ночью центр Сочи останется без света. Большой объем работ в ночь с 26 на 27 июля запланирован по согласованию с администрацией, МЧС и правоохранительными органами для того, чтобы избежать отключений днем. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду будут проводиться ремонтно-профилактические работы на питающей линии. Без света останутся улицы Советская, Гагарина, Виноградная, Кавказская, Тельмана, Красноармейская, Цурюпы, Егорово, Цветной бульвар, Новоселов, Горького, Московская, Войково, Новогинская, Росконституции, Голенево, Транспортное, Пирогово и другие. Полный список вы видите сейчас на экране. Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 115 52. В Нижней Шиловке завершается подготовка к пуску газа в дома. Первыми голубое топливо получат около полусотни семей. Это сочинцы, которые раньше своих соседей оформили все документы и установили в своих домах необходимое оборудование. Напомню, газ в село Адлерского района пришел в конце весны этого года. А тогда, после вмешательства мэрии и курорта, суд поставил точку в многолетней истории с прокладкой магистральной трассы и передачей новых коммуникаций компании «Сочгургаз». Чтобы ускорить процесс, сотрудники администрации сельского округа раздают людям листовки с пошаговой информацией о подключении к сетям. На данный момент осуществлен пуск газа в сети низкого давления. Любой желающий может обратиться в «Сочгургаз» для получения бесплатно технических условий. После этого он выполняет уже проект. После выполнения проекта выполняются монтажные работы и непосредственно осуществляется уже пуск газа. В настоящее время организована работа штаба. Если возникают какие-то проблемные вопросы или что-то людям непонятно, люди к нам обращаются, мы оперативно эти вопросы решаем. Работы по газификации села Адлерского района контролирует глава города. Мэр распорядился максимально упростить для владельцев домов процесс оформления документации. В общей сложности только в Нижнешиловском сельском округе. Благодаря новым коммуникациям голубое топливо придет в дома более 2,5 тысяч сочинцев. По поручению вице-премьера правительства Ольги Голодец на курорте проводятся внеплановые проверки предприятий. За оклады в конвертах руководители будут выплачивать по 100 тысяч за каждого неофициально оформленного сотрудника. Только за первый день работы ревизоров накануне было выписано штрафов на миллион рублей. Сегодня проверяющие побывали в одном из гостевых домов в Дагомысе. Государственная инспекция труда в Краснодарском крае уже не первый раз посещает этот объект. Хозяйку «Белой волны» о своем повторном визите ревизоры уведомили заранее. Но в день проверки на месте руководителя снова не оказалось. Впрочем, как выяснили инспекторы по труду, на этом объекте нет и администратора. И непонятно, кто же предоставляет услуги гостевого дома отдыхающим. Услуги с питанием, проживанием. Есть также на сайте положительные отзывы по отношению к персоналу данного гостевого дома. Но, тем не менее, второй раз мы приезжаем на данный объект. Администратора на месте нет. Все себя представляют как родственниками, с сестрой, братом, которые приехали погостить к своим же родственникам. Поэтому сталкиваемся с такими проблемами, в связи с чем приходится привлекать сотрудников полиции. Даже семейный бизнес не может вестись без соблюдения законодательства. Трудовые отношения должны быть оформлены согласно кодексу. И от заработной платы сотрудников должны поступать в казну налоги. Штатное расписание хозяйка «Белой волны» по всей видимости не соблюдает, так как проверяющим не были предоставлены документы, свидетельства, ЕНН и другие. По данному факту были составлены протоколы, а предприниматель привлечен к административной ответственности. Кроме того, по этому объекту проведут проверку законности классификации. Гостевой дом имеет две звезды. Посетят «Белую волну» и сотрудники Роспотребнадзора. Сейчас решаются вопросы о приостановке деятельности гостевого дома. Накануне свой профессиональный праздник отметили сотрудники Следственного комитета. Его деятельность подотчетна непосредственно президенту России. Комитет был создан ровно пять лет назад, и в канун праздника подведены первые итоги. Пять лет – дата небольшая, но все же юбилейная. И следователям есть чем гордиться. Показатели работы достойны высших похвал. Растет и популярность профессии следователя. Ряды следкома охотно пополняют молодые сотрудники. Приходящие сотрудники не считаются ни с личным временем, ни со своими какими-то личными вопросами. Полностью отдаются служению государству. Результатом этого мы видим, что на сегодня у нас стопроцентная раскрываемость убийств. С профессиональным праздником работников следственных органов поздравил мэр города Анатолий Пахомов. Самое страшное, чего не может пережить любой человек – это несправедливости. Так вот, ваша специальность – это восстановить эту справедливость. И, естественно, вы как раз заслуженно можете говорить о том, что вы все делаете для того, чтобы эту главную справедливость восстанавливать. Завершилось торжественное собрание награждением. Нескольким сотрудникам следственных органов вручили медали за безупречную службу. 290 камер видеонаблюдения уже установлено на фасадах многоквартирных сочинских домовых. Появление – результат решения, которое было принято в апреле антитеррористической комиссии Сочи. Цель установки видеокамер – снижение количества преступлений. Школа, магазины у дома номер 6 по улице Пирогова всегда многолюдны. Это видно не только невооруженным глазом, но и через объективы видеокамер. Есть они и на фасаде дома, и внутри. О своей безопасности в этом товариществе собственников жилья начали задумываться давно. Установили металлическую дверь в подъезде, затем кодовый замок. Этого оказалось недостаточно. И решение установить видеокамеры одобрили практически все. Но зато и результаты сделанного могут увидеть все, и не только жители подъезда. Изображение идет напрямую в ситуационный центр. Если оператор заметит что-либо подозрительное, сразу сообщит в полицию, либо в пожарную службу. Что происходит у дома, в подъезде, на этажах, могут видеть через компьютер или телефон и жители квартир. Деньги на установку камер, подключение к системе накопили, собирая плату с провайдеров. У нас проходил этот ремонт. Мы специально выделили отдельный шкаф, в котором потребление электричества общедомовое идет отдельным счетчиком. Как правило, провайдеры оплачивают потребление электроэнергии согласно счетчиков. И плюс еще платят за аренду данного оборудования. Есть два варианта подключения к системе. Установить камеры и прямо в доме разместить сервер. Изображение пойдет в ситуационный центр, но жители дома смогут в любой момент сами пересмотреть записи. Другой вариант, менее затратный, делать все через сервер интернет-провайдера. Когда видит человек, что там снимает видеокамера, то он уже меньше вероятно, что он совершит какое-то правонарушение. Сроки поставлены сжатые. До конца лета, в этом году до конца лета по максимуму оснастить дома видеокамерами. Видеокамеры на домах дополнят систему «Безопасный город», которую создали накануне Олимпиады. Кстати, в доме 6-2 на Пирогово уже успели оценить нововведение. Недавно случайно зашедший человек повредил гидрант. Несколько квартир могло затопить. Но происходящее увидели сразу, благодаря камере. Злоумышленника задержали, имущество не пострадало. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». В случае частично изменилось расписание двух ласточек. Об этом сообщает администрация города. Для перераспределения пассажиропотока для пригородного поезда сообщением эмеретинский курорт Туапсе увеличилась продолжительность стоянки до 3 минут в якорной щели. На участке якорная щель Сочи поезд следует без остановок на станциях Совхоз, Варданэ, Лесная, Горный воздух, платформа 73-й километр, Мамайка. Кроме того, изменения графика движения коснулись и обратного пригородного поезда Туапсе-эмеретинский курорт. Он теперь отправляется на 3 минуты раньше в 11 часов 5 минут. И вот эта обратная электричка, идя в Сочи, сделает остановки на станциях Совхоз, Варданэ, Лесная, Горный воздух и платформа 73-й километр. И к новостям культуры. В Сочи открылся 12-й фестиваль «Крещендо». Его арт-директор, известный пианист Денис Мацуев сегодня рассказал об открытиях и громких именах нынешнего фестиваля. Музыкальный фестиваль продлится только 3 дня, до 28 июля. В Сочи он проводится 5-й год подряд. Участвуют музыканты из России, Армении, Украины, Германии, Франции, Черногории, Великобритании, США. Это и начинающие талантливые представители музыкального сообщества, и маститые музыканты с мировым именем. Многие из артистов уже выступали в Сочи и с удовольствием вернулись на знакомую сцену Зимнего театра. От имени всех сочинцев я рад приветствовать всех участников уже 12-го музыкального фестиваля «Крещендо». И, конечно, я очень благодарен Денису Леонидовичу за то, что он всегда выбирает город Сочи. И очень рад его видеть, честно говоря. Мы только что увиделись. И, конечно, мы очень гордимся тем, что такие маэстро, известные в мире, они, в общем-то, любят наш город, выбирают его для проведения. Мы кочевые. Мы кочевые. Мы каждый год меняем свои города. И наши, и зарубежные. Но Сочи, и еще, правда, один город, Псков, где зародилась сама идея «Крещендо» представить целую плеяду, команду новых имен, новых исполнителей, фантастических музыкантов, которых еще никто не знал в России, была именно там. Мы с Давидом Смельянским это все придумали. И поэтому каждый конец сентября мы в Пскове всегда, помимо других городов из Сочи, это летняя резиденция. Я всегда говорю, что это будет всегда. В первый вечер фестиваля выступят юные музыканты в сопровождении Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан. В симфоническом галоконцерте второго вечера фестиваля с молодыми музыкантами выступит сам Денис Мацуев. А ярким завершением фестиваля станет феноменальное владение роялем головокружительной джазовой импровизации. Сам Мацуев пообещал зрителям неординарные и неожиданные дуэты и трио. Серебро, привезенное с первенства мира, сочинец Вячеслав Яркин передает в Музей спортивной славы. Сегодня тяжелоатлет отчаствовали в администрации курорта. Вячеслав Яркин, воспитанник сочинского детско-юношеского физкультурно-спортивного центра по тяжелой атлетике, стал серебряным призером первенства мира среди юниоров. Соревнования проходили в Тбилиси. Туда спортсмен поехал с травмой и на помосте в Грузии был повторно травмирован. Но стремление и упорство все же помогли подняться сочинцу на пьедестал. Такого результата Яркин добился, подняв в сумме 333 килограмма. В принципе, доволен. Тоже был не в форме, но обидно, что не первое место. Всегда победы хочется на соревнованиях, какие вы не были. Будем готовиться к первенству Европы, полимерам. Но там, надеюсь, уже победа будет. Как известно, Вячеслава Яркина тренирует родной брат Владислав Яркин. Этому победному тандему сегодня и вручили благодарственные письма. Рады тому, что в городе Сочи все-таки развивается достаточно серьезный вид спорта, чему свидетельствуют результаты непосредственно самого Вячеслава. Безусловно, я хочу пожелать, Вячеслав, чтобы выступал ты с теми же успехами, но выступал уже на взрослых соревнованиях. Я считаю, что потенциал у тебя есть, поскольку из года в год ты подтверждаешь свои возможности. На первенстве мира в Тбилиси Вячеслав выступал как лидер сборной России. Таковым его видят и в следующем олимпийском цикле. И на сегодня это все новости. Завершаем выпуск информации от наших партнеров. Сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошивштор на заказ. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Всего вам самого доброго и до встречи в эфире. Продолжение следует...